Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за прошедшую неделю, отчитались руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Доклад от Криворучка Михаила Владимировича по задаче, которую ставит губернатор. Это приведение в порядок и в соответствие торговых объектов, нестационарных торговых объектов, постоянный контроль над ними, как эта работа ведется. С начала года по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева началась работа по приведению в нормативное состояние объектов потребительского рынка и услуг, расположенных вдоль вылетных магистралей и центральных улиц в Московской области. В городском округе Люберцы проведен мониторинг более 130 объектов, расположенных на Егоревском, Касимовском и Быковском шоссе. 74 из них признаны несоответствующим требованием действующего законодательства и отнесены в так называемую «красную зону» для принятия соответствующих мер. Так, с начала года на территории нашего округа произведен принудительный демонтаж 10 объектов красной зоны, как объектов, нарушающих требования безопасности. Приведены в нормативное состояние фасады и прилегающие территории 13 объектов. В работе остается 51 объект. Отмечу, что работа по приведению в нормативное состояние объектов торговли успешно проводится на территории городского округа уже не первый год. Так, за этот год выявлено 75 несанкционированных торговых объектов. Демонтировано 48. Работа в этом направлении будет продолжена. Объем работы предстоит немалый. В планах у нас демонтировать более 100 объектов. Большая работа проделана, но это только начало пути. Вместе, таких объектов привести в соответствие нужно очень много. Совершенно верно. Те предприниматели, которые идут на улучшение, на изменение соответствия тому бренд-коду, который утвержден Министерством благоустройства, необходимо помогать и оказывать содействие. Те, кто, конечно, не реагирует, тогда уже до крайних мер доходите. Следующий доклад о подготовке округа к отопительному сезону. Докладчик Караваев Владимир Михайлович. В городской округе Люберцы в рамках подготовки округа к зиме, к сезону проводится и реализуется план капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках реализации плана у нас проходит как утепление фасада, ремонт кровель, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена газопроводов фасадных и ремонт отмосток. Всего в плане у нас на 2024 год отремонтировать 153 многоквартирных дома. В работе сейчас находятся 27 домов и уже выполнены работы по 19 многоквартирным домам. За прошедший период в динамике за неделю у нас зафиксировано было 4 случая невывоза мусора. Один по вине рекоператора, три по вине дворников. К руководителям управляющих компаний просьба. И, конечно же, в основном центральные места их в первую очередь нужно проверять, но и вторая и третья линия в коем случае не должна страдать от уборки, от количества выездов. Но не должно в 9 часов утра на площадке быть так замусорено. Работа единой диспетчерской службы доложит Толстяков Виктор Сергеевич как раз о количестве поступающих жалоб, предложений от наших жителей. За прошлую неделю в единую диспетчерскую службу поступило 3649 звонков, из которых зарегистрировано было 1745 обращений. В красной зоне по-прежнему управляющая компания «Люпоправдом» с 40% выполнения обращений в срок. Но я, насколько знаю, неуполнение оставшихся заявок связано с заменой светильников. Вопрос отдельно с руководителем управляющей компании обсудим. Отмечу компанию «Смарт-сервис». Единственная управляющая компания, которая, находясь в желтой зоне, по итогам предыдущего периода переместилась в зеленую. За неделю очень себя хорошо показали «Жео-сервис», «Смарт-сервис». Спасибо руководителям, что так активно отреагировали. Следующий доклад у нас о работе окружного управления социального развития. Докладчик Балаховская Виктория Николаевна. Всего в настоящее время на учете в нашем управлении получает меры социальной поддержки свыше 280 тысяч граждан, из которых 195 тысяч – это жители городского округа Люберцы. В рамках проекта цифровизации каждое социальное ведомство, которое предоставляет те или другие государственные услуги гражданам, проводит масштабные работы по упрощению процедуры коммуникации с гражданами и переводят в цифровой формат те или иные услуги. Проактивный формат реализован для назначения региональной социальной доплаты к пенсии, для назначения выплат на приобретение одежды обучающемуся из многодетной семьи и ребенку-инвалиду, назначения компенсации по оплате ЖКУ, назначения пособия по уходу за ребенком-инвалидом и выплата к юбилею совместной жизни и вручения подарка первокласснику. Коллеги, по повестке все вопросы, есть дополнения, предложения. Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели.